Всем привет, с вами VideoShopper.ru. Новостей в IT-сфере нынче очень много, но мы отбираем для вас только самые лучшие со всего мира в нашем еженедельном дайджесте новостей. Motorola Moto X. Lenovo, мы тебя узнали. Если вы хотите испортить некогда легендарную компанию, просто продайте её китайской корпорации. Так и получилось с Motorola. Moto X это новый смартфон, который засветился на шпионских фото. От былого дизайна остался лишь логотип, а в смартфоне всё чаще наблюдаются дизайнерские решения из недр Lenovo. Смартфон Moto X был снят спереди и сзади, а известно о нём пока крайне мало. Он получит небольшой по сегодняшним меркам экран, средние характеристики и металлический корпус. Судя по фото, Moto Mods в него не завезли, может оно и к лучшему. Fitbit поглотила Pebble. Компания, за которую некогда давали 740 миллионов долларов, поглотят всего за 40 миллионов. Pebble вынуждена продаться для погашения долгов 25 миллионов перед Сириконовой долиной. Самая важная новость – бренд Pebble исчезнет с рынка носимых устройств. А жаль, ведь они и были первооткрывателями данной ниши. Нет, не поймите неправильно, до них было и множество других компаний, но прорыв совершили именно Pebble. Моторола останавливает выпуск умных часов. Не вслед за Pebble, но пока компания Lenovo не видит заинтересованности рынка в носимых гаджетах. Решение очень верное. Умные часы оказались обычной игрушкой, и даже компания, которая показывала действительно хорошее устройство, решила приостановить разработку. Компании LG и Huawei придерживаются похожей позиции. Посмотрим, что же изменится с выходом Android Wear 2.0 в 2017 году. Mediatek Helio X23 и X27 – новые процессоры из Китая. Mediatek обновила линейку бюджетных процессоров, но лишь разогнав и немного доработав их. В Helio X23 разогнали два ядра Cortex-A73 до 2,3 МГц, а вот в Helio X27 разогнали всё и вся. Два ядра Cortex-A73 до 2,6 МГц, четыре ядра Cortex-A53 до 1,6 МГц и даже видеоускоритель до 875 МГц. Прирост у X27 составил около 20% по сравнению с X25. Главным нововведением стала поддержка двух основных камер и уменьшенная до 15% потребления энергии. Появятся данные чипсеты уже в начале 2017 года. Частенько Google пытается удивить нас нейронными сетями и роботами, но даже с такой мелочью как таймлэпс у них получилось сделать это снова. Теперь вы можете посмотреть на изменения любого уголка планеты за 32 года, а главное – сделать это можно в браузере. Для создания таких крутых таймлэпсов разработчикам потребовалось более 5 миллионов фотографий. Не очень полезная, но очень познавательная штука от корпорации Добра. А теперь почти еженедельная рубрика, в которой мы говорим о том, что же представили на неделе. Итак, начнем с Meizu Pro 6+. Meizu показала музыкальный смартфон с характеристиками флагмана, 5-7-дюймовый Quad HD Super AMOLED дисплей, процессор от Samsung Exynos 8890, 4 ГБ оперативной и от 64 ГБ встроенной памяти. Главной фишкой стал ЦАП от ESS и аудиочип от D45275. Как я жил без этой информации? Батарея большая на 3400 мАч, основная камера на 12 Мп с оптической стабилизацией, а фронтальная на 5, без наворотов. Дизайн привычный для всех последних моделей Meizu, то есть помесь Samsung и iPhone. Неплохой смартфон, да и ценник невысокий – 435 долларов за младшую версию. Далее Meizu X. Это уже бюджетный смартфон, но с премиальными материалами. С двух сторон он покрыт 2,5D стеклом, а по бокам у него металлическая рамка. По характеристикам ничего особенного. 5,5-дюймовый Full HD дисплей, процессор Helio P20, от 3 до 4 ГБ оперативной памяти и от 32 до 64 ГБ встроенной. Камеры две, основная на 12 Мп, а фронтальная на 5. В смартфоне есть слот для двух сим-карт и батарея на 3200 мАч. Технологии быстрой зарядки. Аппарат интересный, наконец, Meizu отошли от своего одинакового дизайна, да и цена не кусается. 245 долларов за младшую и 290 долларов за старшую версию. Что ж, а с вами были еженедельные новости на видеошопер.ру. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и до встречи в нашем дайджесте приложений. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok